Как сообщило правительство РФ, инфляция в 2017-2020 годах не будет превышать 4% в год. Об этом публично заявил Силуанов, министр финансов и Дворкович, вице-президент. Врут, конечно, не краснее. Сейчас мы определим, почему 4% цифра не настоящая. Российские банки, которые выдают кредиты гражданам, они говорят и озвучивают совершенно другую цифру. Они говорят, что обесценивание национальной валюты составит 7, 10 и 12% в год. Вот приблизительно 10-12% и составляет настоящая инфляция российской валюты. Смотрите, как все это выглядит в реальности. С 1 июля вновь увеличили кварплату на 7%. Налог на капремонт аж на 13%. Горячую воду на 10%. И это происходит 2 раза в год. Так о каких 4% говорит правительство? Реальная инфляция в России составляет от 7 до 13%. Но это далеко не главный сюрприз, который ожидает терпеливых и покорных власти граждан, встающие с колен в России. В самое ближайшее время рубль будет фактически девальвирован. Снижена его реальная стоимость примерно на 20%. В этом крайне заинтересованы Кремль и правительство. Они давно и открыто заявляют о необходимости уронить рубль на эту величину. Простая арифметика для четвертого класса. Сегодня на 60 рублей можно купить доллар, а на него килограмм помидоров в Турции. А вот уже осенью с этого же килограмма за 1 доллар США импортерам придется отдавать 68-72 рубля. Значит в магазинах людям очень скоро придется либо на 20-30% платить больше, либо на столько же брать меньше. Похоже, что к тому времени это будут единственные свободные выборы в России. Почему же путинский режим так сильно желает обвалить рубль? Причина первая. Чем слабее рубль, тем больше их рублей поступает в бюджет. Раньше за доллар в РФ давали 6 рублей, потом 30, сейчас 60, а скоро 70. Россия продает нефть и газ за доллары. Доллары меняют на рубли. Значит, чем слабее рубль по отношению к основным западным валютам, тем больше бесцененных рублей получает правительство и бюджет. Откуда они вместо маны небесной льют на головы одураченных граждан как бы дополнительные деньги. Вы хотели новых пенсий? Пожалуйста, вот вам прибавка на 4%. Нужно увеличить зарплаты учителям, врачам, библиотекарям? Да нет проблем, получайте, мы еще нарисуем. Но в том-то и дело, что прибавка происходит на 4%, а инфляция на 7-13%. Вторая причина – это интересы сырьевых экспортеров. Чем слабее рубль, тем дешевле себестоимость добычи нефти, газа и прочих ископаемых. Ведь работникам сырьевых предприятий платят рублями. Значит, чем слабее рубль, тем больше будет прибыль. Да не простая, а валютная. А так как в России «Газпромы» и «Роснефти» обслуживают властную номенклатуру «Кремль» правительства чиновников-силовиков, то снижение реальных доходов граждан России приносит барыши именно этой малочисленной прослойки населения, сильно привилегированной части общества. У них, кстати, никакого кризиса нет и не ожидается. Вот почему Россия в ближайшие годы будет прирастать нищетой, будут неизбежно падать доходы населения, сокращаться финансирование, медицины, образования, науки, культуры и никакого выхода из этой ситуации без смены политической власти нет. Конечно, все прекрасно понимают, что чем быстрее бы произошла смена власти, тем менее болезненным был бы выход из затянувшегося кризиса. Но в том-то и дело, что никакой смены власти не будет. Владимир Путин начал свою предвыборную кампанию, и в 2018 году россияне благополучно переизберут своего любимца. А нищета будет продолжать нарастать, а рубль будет продолжать падать.